всем привет в этом видео мы с вами будем вязать кардиган и так как это видео получилось очень большим мы остановимся только на некоторых основных моментах в этом видео я покажу как я вязала этот карман здесь я мешковину кармана вязала на плотности на единицу больше чем основное полотно наверное в следующий раз я буду делать он получился достаточно рыхлым и наверное следующий раз я буду делать все-таки на плотности такой же как и вязала как и буду вязать основное полотно то есть не меняя плотность не увеличивая дальше я покажу как я делаю вот вот этот подгиб это как вы уже понимаете некоторые что это как полный шнур идет цель на вязаные и также мы остановимся и будем вязать капюшон капюшон тут в чем был момент этого капюшона когда я отвязала полочки переда то мне показалось что мой капюшон недостаточно глубокий и поэтому я решила его немножко расширить расширяла получается частичным вязанием вот это вот все видео я буду показывать правда получилось что я начала здесь открытых петель а заканчивала уже вот так вот соединяла косичкой но в принципе она как бы сильно не бросается в глаза но это вы учитываете если будете вязать по моей выкройке то есть сразу наверное расширяйте увеличиваете капюшон следующем видео мы будем с вами рассматривать такое переплетение как репс я покажу два способа настройки кареток на переплетение это то есть будет вязаться на верхней фонтуре когда формируется на верхней фонтуре репс и когда формируется на нижней фонтуре репс а потом в следующем видео еще через одно получается мы будем вязать пояс и вот эти петли для нашего кардигана сейчас перейдем к основной теме нашего видео как я уже обещала я все сделала схематически и выложу все мои расчеты и схемы на яндекс цен чтобы было вам удобно просматривать также под этим видео я в комментариях или в описании сделаю навигацию по этому видео чтобы было удобно переходить по разделам данного видео так значит вот смотрите я уже это все обозначила тут в сантиметрах я думаю что все будет понятно здесь вот таким скриншотом я выложу все на яндекс цен также у меня будет вторая схема там где уже по петлям и по рядам и так только я не написала здесь петеную пробу забыла я внесу петеную пробу и тоже выложу сюда же запишу петеную пробу что касается вот самой выкройки по размерам она практически совпадает с реальным размером готового изделия и вот давайте даже например на примере посмотрим по ширине полочки тридцать четыре с половиной три четыре с половиной я возьму сантиметровую ленту и так вот возьмем вот не растягивая не растягивая вот сейчас вот так получилось 34 где то вот я не не растягиваю вот просто вот тридцать четыре с половиной так и получается по длине давайте мы посмотрим по спинке по спинке 70 78 сантиметров вот по спинке как я и говорила что спинка получилось но длиннее обычного то есть вот по длине у меня тут немножко не совпадает что касается вязания и как я уже говорила в прошлом прошлых видео я здесь подвернула на один шаг и потайными стежками получается подшила его потому что для меня это слишком длинноватый получился кардиган и это вы тоже учитывайте при если будете пользоваться моей выкройкой это что касается переда и спинки здесь я начинала рукав начинала сразу щечек ставила сначала то есть начинала прямо сначала вязание и продолжала на этой схеме будут все значения по сантиметрам а вот тут будет значение по петлям и рядам также здесь у нас я записала что это слонемская пряжа в 4 сложения полушерстяная основная плотность 5 у нас и плюс у меня стоит уплотняющая лента все планки я делала в три сложения и на плотности 4 2 точки также я выложу скриншотами свои все расчеты вот в таком виде и хочу быстренько пробежаться по поводу этих чтобы все все было понятно это понятно что спинка вот кстати петельная проба у меня тут стоит здесь получается начало вязания на 160 иглах до 242 ряда вяжем прямо но перед этим мы делаем начало с планкой и вот здесь вот указано про планку 10 рядов в три сложения плотность две точки потом плюс 1 ряд на плотности 6 щечек я обнулила и 10 рядов на плотности 4 2 точки тоже из 11 ряда плотность у меня 5 и в 4 сложения то есть и погнали значит до 242 ряда и начинается у нас запускаться пройма пройма и здесь получается что ну левая сторона правая сторона здесь ряды обозначены у меня вот этим 242 ряд минус 3 петли 243 минус 3 244 минус 3 то есть вот такой вот два таких столбика вот здесь как вы видите у меня получается что 260 ряд потом 266 274 я эти я убрала вот эти значения и просто через один вот продолжал 256 минус 1 потом 258 минус 1 260 262 то есть вместо вот этих вот вниз вместо вот вот эти вот у меня вот эти ряды пошли когда я когда я убирала по 3 и 2 там то я со стороны каретки убирала конечно когда пошли по единичке то я в каждом ну вот не в каждом ряду я имею ввиду что не дело что типа с 248 минус 1 а потом 249 минус 1 то есть я с двух сторон например убирала в 248 ряду ну и вот так ну чтобы удобно было потом значит дошли до конца конец это 338 ряд и здесь я отметила как я уже рассказывала плечо вот это вот где у нас плечо вот она частичным вязание провязала эту сторону то есть дело дополнительно нитью точнее не частичным вязанием а дополнительной нитью это все наверное я покажу видео здесь тоже самое отдельно дополнительные нитью провязала и вот это вот вот эту часть со стороны спинки стороны спинки вот это вот да тоже провязала частичным вязанием то есть не закрывая петли тоже будет все скриншотом мои расчеты здесь по переду тоже понятно что правая сторона левая правая сторона левая сторона и вот тут получается что в работе вот столько игл это зависимости от того какого сторону будете делать значит со 124 кармана со 124 ряда у нас карман идет вот будет видео это все показано потом пройма пройма тут тоже получается пройма у нас с одной стороны вот она вот она пройма здесь я ее подредактировал чтобы удобно ее закрывать а этот столбик это обозначает то что мы прибавляем вот начиная тоже с 242 ряда мы прибавляем на капюшон то есть увеличивается у нас капюшон вот этот столбик вот там где плюс плюс это мы все увеличиваем капюшон вяжем до 339 этого ряда обозначаем где у нас плечо снимаем на снимаем его на набросовую нить провязываем не закрываем петли в работе остается вот столько вот должно игл у нас то есть петель потом продолжаем продолжаем прибавлять на капюшон прибавка на капюшон вот в этих рядах а с 395 ряда идет вот этот вот окат уменьшение капюшона вот это вот вот в этом столбике так и 450 ряд это конец нашего уже вязания столько должно остаться игл в работе так про капюшон я все тоже покажу полочки у нас две и что рукав так по поводу кармана вот видео в этом я буду показывать как я карман делала ну и рукав рукав мы вязать не будем в этом видео про рукав я рассказывала когда мы строили в программе значит я брала посмотрите там я показала два способа значит рукав вот у меня в начало рукава получается вот столько игл в работе и вот здесь рукав мы вяжем прямо не расширяем его с 214 ряда у нас идет окат рукава мы формируем окат рукава ну вот такой вот я сделаю тоже это вот кстати вот это я вырежу это у меня по программе я рассчитывал но я вязала по тому как я рассчитала в программе в сервисе немасина и 286 ряд конец вот вот в этом видео вот все это у нас будет то что я сказала все это я выложу все мои расчеты и схемы на яндекс подписывайтесь ставьте лайки и приятного образования так как у меня по переду не будет никаких планок потом пришиваться я решила что я обработаю получается срез переда вот таким вот ну скажем так это как пол и шнур в процессе вязания на 4 иглах вот он вот такой вот будет деталь не отглажена поэтому он еще не так виден ну вот такой вот будет здесь я начинала забыла сразу начинала прям не с первого ряда а где-то с третьего или четвертого здесь мы также тоже начнем и мы вяжем до 125 ряда вот так и потом будем делать кармашек так значит провяжу еще получается два ряда у меня здесь сейчас стоит 5 плотность все и не основная плотность вот с тринадцатого ряда я начну делать вот этот обрабатывать перед вот таким шнуром как я буду его делать значит мне нужно выдвинуть в переднее нерабочее положение и включить рычажок частичного вязания значит получается что у меня надо мне нужно на каретке включить с этой стороны вот этот рычажок с той стороны мы не включаем с другой стороны только с левой стороны при прохождении каретки влево у нас провязываю то есть получается не провязываются вот эти четыре иголочки назад они провязались то есть вот так вот будет формироваться у нас вот отделка переднего среза и вот в каждой то есть получается через ряд я делаю то есть делаю когда у меня каретка с правой стороны выставляя иглы в нерабочее положение в переднее это в принципе быстро делается главное не забывать и вяжем так до сто двадцать четвертого ряда при этом контролируем как подается и вяжем в умеренном темпе вот мы уже провязали 124 ряд и сейчас мы будем вязать наш карман где мы будем распределять значит я вот в прошлый раз не записал но я помню как я делала карман у нас пути это значит на на сорока четырех иглах формироваться и 60 рядов будет в нем и также с листкой будет но где мы его тут распределим мы вязали с вами уже спинку спинка у нас связана на 160 петлях иглах то есть получается что половинка спинки у нас связано вот занимает 80 петель и значит что нам нужно сделать то есть у нас получается с этой стороны где перед у нас еще идет на на запах вот так и здесь больше получается нам нужно от края от края с левой стороны допустим это где боку надо срезу боковой срез отложить 80 петель до 80 петель так получается что я щас посчитаю 15 25 35 45 55 65 75 вот 80 вот 80 вот здесь будет 80 то есть вот это середина переда у нас получается вот здесь и мы уже как я уже сказала мы будем по центру середины то есть получается по центру до середины переда то здесь у нас вот 80 петель получается нам надо разделить на 2 найти серединку то есть получается что у нас 40 надо отложить в конус из или с этой стороны или с этой стороны так 10 20 30 40 вот серединка нашего переда получается нашей как бы полочки и уже от этой серединке вправо и влево мы откладываем по 22 петли 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 22 захватываем крайне и с этой стороны с левой стороны тоже самое делаем 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 вот мы обозначили где будет у нас вязаться карман вот тут найти что дальше мы будем делать мы выдвигаем иглы в переднее нерабочие в переднее нерабочие положение начиная от начала нашей меточки где мы поставили метку первую вправо все иглы вправо с правой стороны получается дальше поставим рычажки частичного вязания обязательно и провяжем один ряд и провяжем один ряд я пока выключаю щечек он нам не нужен провязываем ряд теперь мы выдвигаем с левой стороны все иглы в нерабочие переднее положение и переводим каретку влево вот сейчас мы будем вязать листочку листочка у нас будет вязаться на одну иглу больше справа и слева чем наш карман чем мешковина кармана поэтому мы должны задвинуть то есть вот наша меточка вот она красненькая мы после нее оставляем одну иглу в работе ой то есть ну да мы в работе должны то есть мы получается захватываем эту все остальные выдвигаем вот эти вот иглы в рабочее положение нашего кармана для нашей листочки и здесь мы тоже самое захватываем одну нашу иглу так мы можем вот так вот сделать аппетент так значит мы задвинули дальше мы нашу листочку и как и мешковину кармана мы будем вязать ниткой в три сложения эту нить мы не обрываем мы ее просто заводим за машинку берем наш нашу нить там где в три сложения и нашу нить в три сложения мы заправляем в каретку но при этом мы чтобы понимать потом формировать планку и понимать какой ряд мы будем поднимать мы поставим плотность для первого ряда 8 ну или можно там побольше 9 10 и провязываем первый ряд все сейчас мы поставим плотность назад на пятерочку и будем вязать будем вязать мы получается 10 рядов мы уже ряд сделали и вяжем так ряд 2 2 смотрим чтобы крайние петли провязывались если будет что-то не то то лучше повесить кошечки так навешу кошечки все таки так это у нас десятый теперь мы провязываем один ряд на плотности 6 для формирования перегиба ставим опять на плотность 5 и опять 10 рядов вяжем а теперь мы снимаем кошечки и поднимаем петли наши листочки то есть благодаря тому ряду который мы провязали на большой плотности мы отчетливо видим какие петли нам поднимать то есть они сразу бросаются в глаза они порохлее все мы сделали наш кармашек точнее листочку сейчас будем вязать мешковину кармана то есть у нас листочка она будет на по одной петли справа и слева больше чем сама мешковина карман поэтому эти иглы мы ходим работу крайне и наоборот мы их выводим из работы оставляем только только те которые должны у нас формировать мешковину кармана прибавим плотности до шестерочки и начинаем вязать ну и также наверное кошечки мы сразу повесим 60 делаем рядов все кармашек мы провязали свой сейчас мы должны соединить получается карман и провязать получается правую часть ряд сделать потому что здесь мы уже делали один ряд и чтобы сравнять мы должны здесь сделать этот ряд так ну все тогда мы вот поставим в рабочее положение все иглы с правой стороны и провязываем ряд но кстати мы должны поменять это уже нить в 3 сложения оборвать это обязательно конечно кто первый раз лучше уже не менять нитку чтобы не забывать и вставить вот эту нить которая у нас была выведена из работы а сейчас мы на плотности 5 пятерочки 5 плотность основной плотность включаем и провязываем ряд сделали сейчас мы ввели в рабочее положение все иглы с левой стороны и и вяжем дальше и не забываем так и не забываем выставлять переднее нерабочее положение 4 иглы со стороны переда а также оставляем этот рычажок частичного вязания а с левой стороны с правой убираем включаем счетчик так и смотрим что мы дальше будем вязать дальше мы вяжем до 242 или 243 ряда с какой стороны каретка станет у нас то есть нам каретка должна стать с этой стороны и мы будем запускать пройму то есть вяжем мы сейчас 240 до 242 ряда так ну вот сейчас на счетчике у нас 240 42 ряд и мы будем запускать пройму пройму у нас опускается с левой стороны сейчас здесь у нас перед серединка переда так пройму мы запускаем в 242 минус 3 петли 244 минус 3 246 минус 2 и также мы здесь будем уже прибавлять это по линии переда по линии середины переда уже направляться расширять капюшон подниматься получается то есть сейчас мы будем ну вот и в общем по списку как мы вот писали с вами то есть этой стороны у меня будут прибавки то есть получается с этой стороны прибавки у нас будут под капюшон а с этой стороны убавки это пройма так 242 ряд и у нас убавка получается по стороне по левой стороне 1 1 2 3 3 44 ряд тоже 3 46 2 48 ряд 248 ряд и у нас прибавка получается по переду одна прибавка по переду у меня для этого пятюшка вы декер я выдвигаю пятую иглу снимаю их переношу на одну и с левой стороны соседнюю дужку то есть нижнего ряда петлю я перебрасываю на пустую игру так здесь у нас убавки нет а нет у нас есть 208 248 ряд и минус единичка минус 1 1 1 петля и здесь сейчас посмотрю посмотрю ты не вижу так и так и так и так и так и так и так вот отлично тоже этим же пяти ушковым декером это уже будет фасонная убавка переношу на одну и крайнюю убираю так провязываем следующий ряд у нас 250 будет убавка проймы убавка проймы 252 ряд минус 1 254 ряд минус 1 256 ряд минус 1 258 ряд минус 1 и плюс 1 здесь минус а здесь мы делаем плюс не могу попасть так отлично сейчас у меня закончится нить 260 ряд минус 1 так и 262 это последняя будет убавочка у нас по пройме последняя убавочка по пройме сейчас мы вяжем до 268 ряда и прибавляем одну петлю с этой стороны иглу с этой стороны с правой так 268 ряда так еще контролировать нить сейчас у меня она уже закончится и немножко уже вот она жалко что я не провяжу наверно один ряд не хотела бы здесь заканчивать так что сделать ну придется значит 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 придется все таки сделать так куда не тянешься надо чтобы за у меня с той стороны закончилась нитка это будет у нас 260 у нас в конце кстати нормально она видна не будет у нас тут осталось на два ряда наверное нитки поэтому провяжем еще но нужно нам прибавить с этой стороны 268 ряд прибавить с этой стороны одну иглу так 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 ну что и 278 сейчас я одна не хватит мне этой нитки с это я поверила в себя надо было заканчивать а чёрт ну ладно сделаешь уже ничего не сделаешь что-то придумать так 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 у меня остался один перемотанный моточек и придется мне его брать я беру серединке как вы уже знаете и серединке и вот отсюда из краешку вот у меня четыре уши сложения ниточка так направляем я еще не научилась красиво связывать нитки и чтобы не видно было в полотне поэтому буду делать обычно все отлично все отлично вот так и будет одна ниточка и где-то еще вот здесь наверное то есть этот узелочек 270 ряд продолжаем вязать 278 ряд мы делаем прибавку вязать 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 вот так хорошо подустала немножко ну в общем дальше мы идем по списку значит у нас дальше 290 ряд плюс 1 игла в работу 300 ряд плюс 1 310 ряд плюс 1 320 плюс 1 330 плюс 1 так плюс 1 потом мы вяжем до 339 ряда и убираем из работы 29 игл со стороны со стороны проймы получается все короче встречаемся на вот этом вот ряду и продолжаем вязать дальше сейчас у нас на щечке 339 ряд и нам нужно вывести получается 29 петель с левой стороны это плечо у нас будет вот такое прямое получается так у нас там 10 20 это вот до двоечки до двоечки до двоечки у меня каретка с этой стороны но ничего страшного я убираю просто нить сейчас уберу заведу на каретку так и просто переведу отключу счетчик ставлю дополнительную нить включу с обеих сторон рычажки частичного вязания и выдвину иглы получается от двоечки все правее в переднее нерабочее положение и вот этой бросовой нить я просто провяжу несколько рядов ну и что переведем опять назад и продолжим вязать продолжим вязать у нас сейчас по нашим расчетам значит это мы должны снять сейчас мы это снимем вот эти иглы мы должны ввести в работу обязательно потому что у нас здесь стоит с этой стороны рычажок частичного вязания в активном положении сейчас у нас эти мы задвигаем а 4 крайние оставляем переднем нерабочем положении перейти снимаем все хорошо так я думаю все ли сделали все почти по как вроде бы все так у нас вообще по идее должно быть 55 с этой стороны и 20 с этой стороны но у меня почему-то 19 странного ну ладно что какая-то будет наверное лишнее может мы туда поднимем сейчас мы наверное добавим все таки было на той стране у меня было все в порядке так все сейчас будет 20 20 с этой стороны и 55 с этой стороны дальше мы идем по переду прибавлять по одной игле у нас при бабочки получается а это пойдет у нас уже убавки по капюшону то есть пока мы сейчас в 342 плюс 1 352 плюс 1 362 плюс 1 372 плюс 1 384 плюс 1 394 все вот пока мы это делаем довязала я свою вторую полочку капюшон я закрывала сначала делала фасонные такие у бабочки там где по одному мы закрывали там где по 2 тоже фасоны а потом частичным вязанием но я решила пока не делать вот того сейчас наверное соединю плечевые срезы и на машине буду соединять так на машине у меня тут открытые петли набрасываю все открытые петли плечевого среза на игольницу то есть получается нам нужна спинка и перед ну понятно так сказала знаю что многие делают ну допустим набрасывают петли ну вот вот так вот но мне вот пока удобно таким способом у нас мы закрывали 29 игл как мы помним да сейчас проверим у нас должно так и получиться куда она уходит у нас так два четыре шесть восемь десять и на четырнадцать шестнадцать восемнадцать двадцать два 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 четыре большие 28 29 да все верно и столько же игл у нас должно быть со стороны спинки так это не спинка спинка у меня вот так и сейчас определиться надо где какая часть какая сторона так это получается вот так вот спинка наша то бывает такое все сделаю а потом не то что надо сделала мишеля что ты там грызешь так у нас получается прямой срез в этом кардигане плечевой не знаю первый раз делаю вот эту вот модель поэтому поэтому будем делать потом уже выводы какие-то и дорабатывать дальнейшем выкройку если что-то у нас будет не так но обычно так и делается но вы хорошо знаете уже меня что я любитель что-то там нестандартного и нового то есть у меня так как я вижу но не вижу на заказ и и не планирую вязать на заказ поэтому стараюсь как-то разнообразить свой гардероб вязаных изделиях вот так что у нас тут остается две две петли все верно так все это 29 тоже так сейчас мы кстати мы можем провязать чтобы не такой толстый был срез ну вот закрытие петель и ниткой в три сложения ниткой в три сложения надо сейчас мне ее найти где моя вторая мне так 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 придется сейчас я хочу в этот раз сделать вот таким образом наверное я так это у меня нить в три сложения и соединю я наверное не знаю на плотности может быть 6 пойдет так в общем уже вязали все изделие на плотности и что мы закроем через вколог наш плечевой срез так на меня все устраивает видите как хорошо получилось только что видите какой дефект тоже получился это нужно внимательно так как ниточка состоит из четырех ниток надо обязательно очень внимательно набрасывать на иглы на иглы петли видите раз соединилась ниточка и вот так не знаю перевязывать конечно не буду буду как-то иголочкой подтягивать но заправлять туда вот а так вот такой плечевой срез у нас получается сейчас делаем с другой стороны плечевой этот срез и пойдем дальше так плечевые срезы мы все сшили и сейчас у нас такая вот интересная история так как у нас должен должен капюшон соединиться со спинкой получается там где у нас как это шея да вот это у меня вот эта спинка я уже в процессе когда я заканчивала вязание я сделала маркер поставила серединку спинки а что по капюшону капюшон получается у нас вот он идет а потом он скругляется но я понимаю что в процессе когда я вязала что я наверное капюшон будет чуть-чуть расширять вот здесь вот так по линии середины и поэтому нам нужно будет сделать так вот где у нас первая при бабочка это и есть конец вот этого вот отрезка который мы должны присоединить вот к половинке спинки но получается по шее да вот так вот и есть второй участок вторая часть нашего капюшона мы должны сделать вот с ней то же самое вот так да сейчас процессе все буду показывать но чтобы было все равномерно я просто сделаю сейчас такую закрепочку там где у меня начинаться будет капюшон уже окат капюшона так капюшона то есть я беру по первой по первому запуску проверю где наш первый запуск вот он и с этой стороны тоже самое где у нас первый запуск сейчас главное их правильно соединить чтобы не перекручивать потом вот первый запуск наш вот он да кстати надо еще проверить по нашим записи вот давайте сделаем это все на машине чтобы было более понятно и видно да так лицевой стороне вот у нас первые первая убавка идет по стороне капюшона так и вот где-то ну вот вы так вот она давайте вот рядышком возьмем эту петлю посмотрим как у нас идут петли красиво ли так сделаем несколько только зацепочек потому что все таки я планирую я планирую расширять капюшон наверное вот четыре будет достаточно то же самое сделаем и с другой полочкой так найдем где у нас первый был запуск 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 вот он и то есть не эту а так и так нам для это будет просто удобнее потом дальше продолжать соединять наши детали и я наверное скорее всего вручную соединю это все дело так потом мы зафиксируем получше так вот отлично будет и мы сейчас все это дело как обычно через колок закроем до вот 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 в принципе вот так будет нормально для фиксации этих двух деталей и вот смотрите что у нас получилось и сейчас мы должны по вот этим меточкам собрать вот этот наш срез соединить вот так 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 давайте мы сразу начнем со спинки навесим все открытые петли по спинке лицевая сторона у нас к нам повернута к лицу но лицом к нам сейчас мы все эти петельки набросим на игольницу открытые так спинку мы набросили но и сейчас где-то серединочка серединка у нас вот она вот на этой иголочке и давайте давайте мы сделаем лучше так это сделать две центральные накинем сюда так и пойдем набрасывать то есть распределять вот этот участок и вот этот участок вот смотрите как хорошо получилось все надеялись у нас петельки так я хочу перевести выдвинуть вот это плохо сделал выдвинем все иглы вперед так 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 заодно и проверим чтобы все у нас было четко забравим ниточку и и и я еще хочу напомнить что я все это соединительные вот эти ряды на плотности 6 вяжу так и провяжем отлично нормально машина едет хорошо просто немножко туго но это нормально ну и закрываем как обычно через колок ну или вы своим вашим любимым способом и ниточка у меня в три сложения для вот этих всех закрытий также я и на кетель использую я уже говорила что если допустим я вяжу в четыре нити то я на кетель ставлю три нити когда вот две нити тоже хорошо но часто бывает что как-то растягивается в процессе нить и она может оборваться то есть вот я поняла что золотая середина это три три нити так ну все сделали здесь мы потом посильнее это все дело закрепим ну а так вот получилось да вот вот эти моменты у нас там где растянуты петли но здесь получается они то столбики идут все правильно но вот эти моменты мы что-нибудь будем делать но как-то их закреплять ниточкой а так вообще все норм нормик ой так пойдем дальше это у меня детали капюшона и мне кажется что он недостаточно такой глубокий и объемный я его хочу немного расширить по линии середины ну вот частичным вязанием так то я собираюсь сделать так я хочу сделать вот что я надену крайние петли на игольницу так начну с этой стороны тут у меня открытые петли с одной стороны надену все иглы я набросила и сейчас карандашом я отмечу где у меня заканчиваются начинаются открытые петли так чтобы я потом наверное делала пометочки себе так вот они и наверное вот здесь отмечу где конец у меня и я планирую частичным вязанием расширить расширить это полотно но и не мы не забываем что с этой стороны получается не начну с этой стороны сейчас переведу порядку на другую сторону поставлю рычажки сразу частичного наверное вязание поставлю плотность 5 и мы не должны забывать что здесь мы у нас здесь 4 иглы всегда буду в нерабочем положении когда каретка будет проходить справа налево но сейчас вот так делаю первый ряд так и провязался и частичным вязанием буду расширять как я буду это делать первый ряд у нас сделан и постепенно буду по точкам где-то выводить вот у меня получается что до точки вот это вот здесь мы выставляем в переднее нерабочее положение провязываю авто обвитие у меня идет здесь задвигаю уже вручную потому что я не выключаю рычажки а мне надо чтобы она провязывалась опять выдвигает 4 иглы так в зависимости от того сколько я хочу сделать скажем так ну как расширить до в зависимости от этого я буду прибавлять вот выводить в нерабочее положение свои иглы ну как я говорю от от точки до точки до цифры буду постепенно вот так вот и выводить скорее всего но главное чтобы не переборщить вот что наверное возьму потому что мы же потом будем уходить уходить назад то сейчас мы расширяем а потом будем возвращаться да поэтому нам лучше конечно до точки точки до точки вот так вот делать ну и запомнить конечно же все манипуляции которые мы делаем так авто пить и это задвигаем я надеюсь что этого будет достаточно так тоже не сильно большая была эта штука она мы можем тогда ну в общем делом до точки так здесь выдвигаем здесь выдвигаем здесь авто пить и не забываем ставить вручную опять выдвигаем это точку вот это точки здесь выдвигаем так нужно так мы уже вот настолько у нас ну да можно дальше немножечко продвинуть продолжить точнее так вот у меня включены щетки вивинга, лучше их отключить потому что они не дают нитке как бы подтягиваться немножко видите натяжение получше стало нити а сейчас мы идем назад эти мы иглы всегда выставляем в нерабочее положение так что мы должны мы сейчас должны задвигать это все делаем задвигать водить в нерабочее положение чтобы у нас красиво был срез ну давайте вот так а потом мы эту задвинем и будет у нас от авто обвития под но другое то есть получается что я одну не дохожу до вот этого накида 1 вставляю так значит это провязываем обязательно ставим рабочее положение здесь и эту задвигаем чтобы она подхватилась все потом дальше дальше мы вот так делаем эти выдвигаем эту опять эти четыре выдвигаем эти задвигаем вот до этой иглы вот у нас получается вот такой вот стык так эти выдвигаем сразу эти выдвигаем можно принципе выдвигать до той иглы которая за которой стоит уже потом накид тоже будет хорошо ну думаю что и так тоже хорошо будет так сдвигаем и продолжаем вот так делать так вот у нас получается вот такая вот история история вот такая интересная ой ух ты подтянем эти иголочки что они мне растянулись то я их так все мы закрываем все иглы все иголочки закрываем здесь мы тоже не последний ряд скорее всего что это у меня будет закрываем все иглы здесь ничего не выдвигаем так все сделали и конечно было бы классно нам взять вот эту вот штуку как-то набросить закрыть иглы но у нас так не получится так что это будет лицевая сторона нам надо с изнаночной стороны поэтому поэтому провяжем провяжем мы дополнительной нитью но еще так сделаем пометочки чтобы ориентироваться потом лучше лучше ориентироваться сделаем метки там где у нас вот то что мы отмечали на игольнице так меточка и все наверное получается здесь у нас были открытые вот эти вот которые будут открытыми будем их собирать да а здесь у нас закрытые поэтому можем вот отсюда до этой иглы тоже закрыть потом соединить ну вот как то так наверное лучше будет эти не соединять потому что мы будем закрывать с закрытыми тоже а вот эти вот а может и не то может быть сразу сделать я просто не знаю как правильнее сделать давайте наверное все про вяжем метки мы поставили вяжем дополнительной нитью это нам нить больше не нужно пока что вводим дополнительную нить и провяжем какое-нибудь количество рядов вот настолько мы увеличили капюшон это можно кстати снять уже с одной стороны и можем соединить уже капюшон ну в общем все закрытые пенни петли этой стороны получается лицов к нам лицевая сторона повернута к нам к нам повернута так а потом вот так и я уже все сделала закрыла через скалок все таки провязала одну строчку но вот так получилось конечно следующий раз бы я сделала немного по-другому но в общем тоже хорошо но немножко видно но не я думаю не будет бросаться в глаза все капюшон у нас готов остались рукава сейчас мы будем их я буду рукава соединять с деталью основной на кительной машине и все и у нас в принципе все готово будет а ну и боковые части это и так когда примеряла делала ниточка просто сшивала боковые срезы так все пошла дальше делать так